Привет, друзья! Сейчас мы будем варить вот эту сочную кукурудзу. Берем, очищаем ее от кожуры. Кожуру чуть-чуть можно оставить для того, чтобы положить на дно. Вот, я чуть-чуть оставила, все остальное убрала. И очистила от ниток, так сказать. Значит, вот у нас есть 4 молодые кукурудзы. Идем ставить воду кипятить. Кукурудзу нужно бросать в кипяченую воду. Поэтому мы включаем на максимум, пускай наша водичка закипает. Я думаю, достаточно будет столько. И будем делать дальше. Итак, вода закипела, сейчас мы будем варить нашу кукурудзу. Отправляем туда нашу зелень. Можно помочь кукурудзой туда ее протолкнуть. И забрасываем саму кукурудзу. Есть, все 4 поместились. И теперь ждем 15-20 минут. Пускай она кипит. Накроем крышкой сейчас. И через 15 минут можно попробовать ее. Все. Итак, прошло у нас 15 минут. Она уже красивая. Целенькая. Видите, какая? Пахнет вообще такой аромат на всю квартиру. Кукурудзочка будет вкусная. Так, ну и все. Выключаем ее. Накрываем крышечкой. И пускай постоит еще минут 10-15. И можно подавать. Друзья, привет! Смотрите, какая у нас кукурузка получилась красивая. Мы ее немножко подогрели. Сейчас попробуем. Вообще, я видел один из способов. Люди берут масло сливочное. И вот так мажут. Нет, я не хочу. Сейчас именно не хочу. Но вообще, это реально очень вкусно. Обязательно попробуйте. Не пожалеете. То есть, я просто посолю ее и все. Еще как вариант, я хочу кукурузу попробовать сделать на мангале. На гриль, на углях ее обжарить. То есть, очень круто получается. Я видел, Обломов снимал такой ролик. Я его, правда, не смотрел. Видел заставочку. Соль, перец по вкусу, так сказать. Многие, я видел, майонез добавляют. Кетчуп помогут намазывать. Ну, разные вкусы. Кетчуп и там, табаско. Почему нет? Вот она. Да. То есть, я так понимаю, это сейчас сезон, да, кукурузы? Да. То есть, самое главное, получается, это не пропустить сезон кукурузы, когда она молодая. Потому что, если вы пропустите, я думаю, уже дальше, как бы вы ее не варили, ничего прям сильно вкусного и крутого из нее, наверное, не получится. Ну, потому что уже старая кукуруза. Кукуруза – это мощнейший продукт. Он к нам попал в Советский Союз, наверное, я так скажу. Я точно могу ошибаться. Он попал из Америки. Изначально, по-моему, он в Америке появился. На него, кстати, очень классно короб клюет. А еще, кто так делает, ставь лайк. Смотрите, вот так. Вот так оттуда, с самой этой кочерыжки, достаете, достаете, как это сказать, сироп, отвар, кипяток, воду. От кукурузы. Так, очень круто. Но я с нестерпением хочу перейти к своему, одному из самых любимых блюд. Это синенький кабачок. Как вы вообще? Нет, баклажан. Баклажан. Кабачок зеленый. Я их очень люблю. Это очень вкусно, невероятно вкусно. Я бы их ел, ел, ел много. Но жаль, что его много не получается. Есть по одной простой причине. Почему-то, когда я много его съедаю, начинает болеть живот у меня. Он тяжелый. И масло впитывает в себя. То есть мы хотели его снять красиво, прям как мы это делаем, но чуть-чуть у нас не получилось, так как опыта немного. При дневном свете, чтобы он был вообще прям нереально красивый. Ну сейчас, я думаю, тоже картинка неплохо передается. Итак, поехали. То есть вы обязательно попробуйте. Я вообще в детстве эти синенькие не любил. Они просто готовили тебе невкусно. Ну, может. По-другому ответить не мог. Поехали. И хлебушек сейчас возьмем. Это, друзья, пик наслаждения. Я думаю, если вы ели такое и знаете, понимаете, о чем я говорю. И я сейчас вам не завидую. Если вы голодные, и у вас нету этого, вам этого хочется? Или вы пьете кефир. Могу только посочувствовать. Домашняя еда все равно, кто как бы не говорил, она все равно круче, чем в ресторане. Тем более, как вообще происходит ваше семейное блюдо, к которым вы очень привыкаете. Как готовит ваша жена, ваша мама, ваша бабушка. Они вам очень нравятся. И вы со временем, когда долго это блюдо не ели, вам именно его хочется. И никто больше не сделает. Никто не повторит больше этот борщ, эти синенькие, эту жареную картошку, эти отбивные, ну и так далее. У каждого свой семейный мощный рецепт. Ну, и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы ничего не пропустить. И делитесь своими хитростями, своими ценными, многолетними опытом и советами в комментариях. Будем очень рады. Будем записывать ее в свою семейную книгу. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова